На мне больно, на мне тяжело. Я и сегодня, когда ехала сюда, мне слезы подступают к глазам. В свой дом Ирина Швецова не может попасть полтора года. Теперь здесь официально, имея все необходимые документы, живут последователи протестантской церкви. И здесь же, по словам женщины, находится реабилитационный центр для наркозависимых. Участок принадлежит пастору. Восемь мужчин живут в одном доме. Да. Вы семья? Да. Все живет, все растет. Шрачами, это все аккуратно. Евангельские христиане появились на этом участке после того, как Ирина взяла в долг небольшую сумму под залог жилья у некого Александра Дацука. Она называет его нелегальным кредитором. Женщина рассказывает, спустя время поняла, что попалась в руки черного риэлтора, который просто перепродал ее дом. Если смотреть на документы, то получается, что так оно и получается, что мы оформили договор купли-продажи. Хотя это когда ситуация была, то есть мне это объясняли тем образом, что это ничего не значит, это не договор купли-продажи, что это мы тебе деньги даем под залог этого дома. Огненные церкви могут все! Огненные люди могут все! Получается, что огненные люди живут в этом доме на полных правах. Вы нам дом не продавали. Никто? Вы нам дом не продавали. Вы слушайте меня, пожалуйста. Мне никто нигде не отказывал. Ирина Швецова неоднократно обращалась в полицию. Каждый раз отказ. Нет основания для возбуждения уголовного дела. Юристы говорят, что ситуация сложная, ведь, по сути, женщина собственной рукой подписала договор о продаже дома. Такие ситуации могут решаться, если на самом деле правоохранительные органы обнаружат в действиях этого нелегального кредитора и в действиях его же как собственника, действия, которые нарушают закон. Ирина знает, что она в Барнауле не единственная жертва черных риэлторов. Но, как говорят знающие люди, шансов у женщины очень мало. В таких случаях суд, как правило, встает на сторону кредитора, а не потерпевшего. Ведь он собственноручно подписал роковой документ. Ирина руки опускать не намерена. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.